С нами на связи Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Это страшная ночная новость о том, что россияне совершили этот теракт, который можно приравнять к оружию массового поражения. Скажите, как наши воины восприняли эту информацию, о чем говорят ребята? Конечно, что это дополнительная мотивация к тому, что врага надо только уничтожать и выгонять с нашей земли. Что никаких цивилизованных человеческих переговоров с этим режимом не может быть. Что они не останавливаются ни перед чем. Жизни человеческие, ни собственных граждан, ни тем более наших украинцев, для них ничего не значит. Соответственно, как обозначил наш верховный главнокомандующий президент и главнокомандующий, все командующие наших направлений, что только жесткий отпор, жесткое, скажем так, поражение заставит этого врага уйти с нашей земли, а после этого платить за эти преступления в течение, наверное, даже не лет, а десятилетиями. Вот сейчас возникает резонный вопрос, какая была практическая военная необходимость это делать. Это просто большой террористический акт. Сейчас мы разговаривали с Натальей Гуменю, главой Объединенного конденсационного пресс-центра командования ЮГ. И вот она сказала, что прежде всего нанесли военный большой урон сами себе. Во-первых, пошли мины к ним в окопы, как это уже было. И сейчас вот прошла информация о том, что много российских военнослужащих просто сидят на деревьях, и командование их не спасает. Но суть в том, что мы уже неоднократно говорили, в том числе и с вами, что руководство военной современной России, в том числе и операции в Украине, оно, мягко говоря, даже советскому, не самому идеальному, уступает. То есть там шла деградация по всем направлениям, пользуясь тем, что нефтедолларовый дождь завалил экономику, и можно было удерживать там какой-то, скажем, средний уровень, ну, даже, может, ниже средний, ну, который, скажем, позволял население держать таком покорным, и рисовать на телевидении, насколько Россия великая. А на самом деле шла деградация, коррупция по многим направлениям, и абсолютно вооруженные силы не стали каким-то исключением, тем более, когда их возглавил такой отпетый коррупционер, как Шойгу, который такой типичный держиморда, который еще со времен Ельцина строил карьеру, и понимал, что главное, у него всегда был раздутый штат пресс-службы, еще когда он МЧС российское возглавлял, и он сделал, запиши, не сделал, запиши, даже не дважды, наверное, у него, а пять раз. И он это все умел преподнести, и, соответственно, складывать иллюзию о какой-то там мощной армии, и в том числе, о каком-то мощном штабном и вообще руководстве. На самом деле история показала, что абсолютно безграмотное, абсолютно бестолковое, абсолютно непонимающее реалии современной войны руководство, которое ошиблось в самом начале при штурме Киева, рассчитывая на Близк-Ри, и уже полтора года мучают нашу страну, себя, и, ну, это нам на них-то плевать, но и, скажем, пол Европы тем, что заставляют решать эту проблему, и дело в том, что техни шаги, они, мягко говоря, непродуманы, непросчитаны. Если мы при планировании всех операций максимально учитываем собственный опыт, максимально учитываем все новейшие достижения военной науки, более того, еще запрашиваем иногда у партнеров какую-то информацию, и скрупулезно потом изучаем то, что мы достигли в результате операций. И поэтому у нас получается, имея довольно ограниченные силы и средства, получается удачная операция, типа Киевской, Харьковской, Херсонской, Лиманской. И мы видим с точностью до наоборот. Тут подорвали, вдруг это как-то там остановит движение Украины, абсолютно не просчитав все риски, в том числе и для себя, и для своего международного имиджа, и для, в том числе, даже для своего личного состава. Ну, то, что касается для своего личного состава, мы уже сказали, что там они сидят на деревьях просто, и командование их не спасает. Но если провести небольшой исторический экскурс, ну, подобное уже было во Второй мировой войне, когда советские войска, отступая, взорвали Днепрогресс. И при этом, понятно, что они затопили очень много деревьев, тогда и люди, и даже коровы, там, после схода воды, там, висели на деревьях, но при этом они утопили свои собственные подразделения тогда, которые ниже по течению переправлялись. Никто их даже об этом не предупредил. И вот тут какая-то историческая параллель, мне кажется, прослеживается. Ну, да, у них же вся их, скажем, идеология сводится к тому, что нам себя же даже не жалко, не то, что бойтесь нас, мы вас еще тем более не пожалеем. И все вот это бабы других нарожают, ну, просто чуть-чуть уже изменились времена, изменилась их демография, изменилось даже качество их руководства. Тот же Сталин, каким бы кровавым ни был тираном, он все-таки, даже он как-то больше слушался. Хотя стиль оставался тот же, презрение абсолютно к человеческой жизни. Цель, геостратегическая, скажем так, геополитическая цель, она оправдала любые жертвы, что со своей стороны, что со стороны противника. Поэтому мы знаем про десятки, сотни преступлений, которые делали и предшественники путинского режима. Вот мне сейчас режиссеры говорят о том, что есть видео, готовое видео о том, как плывут буквально дома. Вот мы видим, да, последствия того, что совершила Россия, последствия их террористического акта. Вот мы видим, просто дом смыло и несет по течению. Какая была военная необходимость в этом, непонятно. Мне кажется, это уже тактика нацистов, тактика просто выжженной земли, да, или вот как говорят, после нас хоть потоп, вот они и совершили этот потоп, который после них придется разгребать не один год. Да, но если идти дальше по этой исторической аналогии, они должны помнить, что нацистский режим, насколько был мощный, насколько, казалось бы, немецкая дисциплина, промышленность, военная наука, казалось, что нельзя это победить. И тем не менее победили денацификация, года позора, и до сих пор еще немцы при некоторых кодовых словах, типа Холокост, они вздрагивают и сразу начинают извиняться. И это ждет все, тоже ждет граждан уже, или остатки, то, что будет от Российской Федерации, и граждан этого, кто себя там сейчас к русскому миру причисляет, это их все ждет. Вот, недавняя история, это история, бывшая в Югославии, когда всех преступников нашли, большинство, точнее, к сожалению, не всех, большинство нашли, в том числе и президентов, и заканчивали они и на скамье подсудимых, в лучшем случае. Поэтому у них не идти сейчас кондицию, чтобы диктовать всему миру, когда за нас более 50 стран, да, наше население полно решимости дать им отпор. Поэтому, да, это больно, это очень тяжело, но, как сказал сегодня президент на Совете Национальной Безопасности, что ничто не остановит нас в освобождении нашей земли, а потом в том, чтобы притянуть всех их к ответственности. И на это будут работать наши спецслужбы, на это будет наша дипломатия, на это будут работать все украинцы, где бы они ни были, чтобы за вот такие вот преступления против человечности... Это же есть конкретные авторы у этого, и они будут найдены, и они ответят за это. Ну и исполнители, это 205-я мотострелковая бригада. Они же потом быстро разговаривают, начинают разговаривать, особенно, когда скидывают вину друг на друга, а этот час уже близок. Мы понимаем, что для любого военного аналитика, что стратегически они уже проиграли. Они выдохлись, они уже... Одни из последних своих резервов, которые были, это уголовники Вагнера, они разбиты под Бахмутом. У них нету стратегических резервов, они боятся мобилизации, поэтому они затыкают, они тянут уже весь биомусор, который только этот... и БАРС, боевой армейский резерв, и роты Шторм-Зет, которые из уголовников набирают, только уже не в частные компании, а прямо при военкоматах. И другие частные компании, типа там Ветераны, Патриот, и факел какие-то другие. Это все только... Оно разношерстное, они уже начинают бороться друг с другом, и они не могут за такой короткий срок набыть надлежащих боевых возможностей. Соответственно, плюс это люди, скажем, с низкой такой... Скажем, ну, о которых есть проблемы с законом, были проблемы или есть проблемы с законом, которые, соответственно, поведение такое агрессивное, не только по отношению к врагу, но и к своим сослужбовцам. Соответственно, эти процессы уже начинаются, и внутренние грязни у них, и то, что уже ихний же преступник военный Геркин назвал, что смута уже началась. Ну, или она началась, или оно в преддверии. Но все признаки того, что... И этот жест отчаяния, то есть четко пока сильный противник никогда на это не пойдет. Когда ты уверен в своих силах, когда ты уверен в своих там железных дивизиях, когда ты уверен, что ты нанесешь на поле боя противнику урон, и что ты защитишь то, что ты там захватил, зачем тебе подрывать, рискуя на десятилетия стать изгоем и военным преступником. Конечно, ты никогда этого делать не будешь. Поэтому это тоже жест отчаяния. И вот последняя информация. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла. Им может попасть еще более 300 тонн. Да, это уже самый настоящий экоцит. И Украина будет требовать срочно созвать Совет Безопасности ООН, обратиться в Международный уголовный суд. Да, и все, кто к этому причастен, должны быть наказаны, конечно. Абсолютно. Ну и это логика людей, которые, если вы чуть-чуть поинтересуетесь их внутренней ситуацией, казалось бы, радоваться надо таким недрам, таким землям, которые у них самая большая страна мира. Но если посмотреть, даже их внутренние паблики найти, которые не совсем закрыты, насколько у них к экологии отношение к своему населению, к экологии, к лесам, к водам, когда они продают это за бесценок тем же китайцам, и там целые были тоже, пока еще оставались какие-то, не всех прихлопнули активисты, то какая у них может быть, не знаю, бережное отношение к другой стране, к недрам или к природным ресурсам другой страны и к населению, если они своих, ни людей, ни природу, ни экологию не ценят. Соответственно, вот мы видим, это люди, почему, когда вот говорили, почему Украина выбирает там европейское, евроатлантическое, они это преподавали как какой-то заговор против России и другое. На самом деле вопрос в ценностях. Когда тебе цена от человеческой жизни и прав и свобод человека до экологии, что мы видим прекрасно в тех же странах Европейского Союза и НАТО, соответственно, ты не будешь это нарушать и у других. И с точки зрения наоборот, когда у тебя обесцененное, ничего не стоит, человеческая жизнь, нету никаких прав и свобод, они уже там скатываются фактически к феодальному или рабовладельческому какому-то времени, то, конечно, что ты ведешь себя как варвар, как военный преступник и на территории другой страны, которую ты пытаешься захватить. Сергей, вчера мы с большим удовольствием, знаете, смотрели ролик Министерства обороны о том, что будущее наступление любит тишину. Один из наших экспертов сказал, что это очень хороший психологический удар по врагу, ведь ожидание смерти хуже самой смерти, как говорится. И вы вот на днях сказали интересную фразу о ситуации под Бахмутом, я хочу процитировать, что враг в оцепенении ждет дальнейших действий ВСУ. И вот сегодня тоже один из экспертов сказал интересную фразу о том, что, судя по всему, вот от этого нервного ожидания у них просто сдали нервы, и они пошли на это преступление. Очень похоже на то, тем более, что они даже раздали своим военнослужащим такую памятку в каждому военный билет. И, ну, она, казалось бы, должна была их подготовить к этому, а, мне кажется, с точки зрения наоборот сыграла, потому что, если даже особенно новоприбывшим раздают памятку, что боец, помни, контрнаступление врага может начаться в любой момент, с любой стороны, будь готов, и все другое, и это их еще накручивало. Плюс накручивала неизвестность, они не знали, откуда это будет и как это будет. Плюс опыт накладывался, они помнили, например, Харьковскую операцию Лиманскую, когда это случилось довольно-таки быстро, стремительно и в тех местах, где они не ожидали. И этот весь такой оцепенение и страх, вот, наверное, оно уже сыграло значительную роль и в том, что они подорвали плотину. Вот по поводу этих памяток, да, и о том, что там происходит, на одном из российских телеграм-каналов видел интервью одного из бойцов РФ, которая, ну, бравая там журналистка или блогерша, не знаю кто, она спрашивала, чего вот он ждет от украинского наступления, его ответ был, знаете, кратким и таким неэтичным, да, это буквально переводя два слова было, буквально переводя с русского матерного, он сказал «нам конец». А, там вторым словом было немножко другое слово, более эмоциональное, женского рода. Да, мы вот сейчас, у нас было несколько пленных, в том числе из этих ЧВК, ветеран, командующий нашей группировки, он публиковал себя на телеграм-канале, но это, мягко говоря, очень такое плачевное зрелище, мотивация никакая, нулевая, те подразделения, которые сейчас меняют Вагнера, они ненавидят Вагнера, их деморализируют, то, что они видели на их глазах, когда отходил, казалось бы, этот Вагнер, который создавал себе образ такой сверх ЧВК, непобедимый, который там где-то в мире ценится, они пошарпанные, побитые, уходили, и плюс их раздражало то, что ненависть такую прям к ним поразала, и эти конфликты были на почве этого, что они же бахвалились, расхваливая себя ЧВК и Пригожин, имея целую сеть телеграм-каналов, имея свои СМИ, он же такой медиамагнат, и при этом он постоянно унижал регулярную армию, и вот сейчас они побахвалились, типа взяли Бахмут и уходят, а в самое пекло заходят стрелки пехоты, грубо говоря, командира, который они и славили, 72-й, ему и так часто там достается, а тут еще и от Вагнера досталось, и плюс десантники, которые тоже в боях, вы же помните, это же советская и российская доктрина, они десантников используют не всегда по назначению, как штурмовые войска и захват для плацдармов, они как скорую помощь, дети ждут, туда не бросают и десантников, и в этот раз то же самое, вот ушел Вагнер, надо было срочно забить, они туда максимум бросают десантников, более двух дивизий, двух бригад туда бросено, соответственно, с каким любовью, в кавычках, они смотрят на Вагнера, который попиарился, и понимая, что вот-вот будет разбит, просто удрал оттуда поджавку. Ну, Сергей, Пригожин заявил, что его наемников, да, обстреляли российские военные, даже опубликовал допрос, вот взятого в плен подполковника Российской Федерации, бой между наемниками регулярной армии, вот, на первой линии фронта, захват в плен наемниками действующего подполковника, это просто махновщина какая-то. Абсолютно, это о том, о чем мы предупреждали еще, когда они только начали этот ЧВК так вот развивать и дополнять его заключенными. Мы же, по-моему, может быть, даже у вас в эфире, мы говорили, что оно не может, когда государство утрачивает монополию насилия, оно не может просто так пройти. Это, ну, какое бы государство ни было, там, монархия, республика, тоталитарная, демократическая, любое, главный признак государства, номер один, возможно, даже, это монополия на насилие. Только государство может решать, кто прав, кто виноват, только государство может защищать внешние границы и наводить порядок с помощью оружия внутри, ну, так, оружия, силы, скажем так. Вот, поэтому, и они это нарушили, и причем отдав эту монополию, поделившись этой монополией, не с кем-то там, таким, знаете, законопоязненным, а наоборот. И сам глава этой ЧВК, он в прошлом отсидевший несколько сроков, и будучи таким полукриминальным, скажем, бизнесменом, авантюрным, с элементами даже военных преступлений за границами России и наемничества. И потом набирать еще начали такой контингент. Но это был вопрос времени, когда они столкнутся. Плюс добавился национальный вопрос, когда они с кадыровцами, которые были вроде бы братья, когда они воевали с Шойгу, сейчас он начал на них... Ну, у поражения всегда у нас сирота, поэтому каждый хочет скинуть на себя. Вот он начал ловить вот этих... С кем поделиться этим поражением, в том числе вспомнил шукадыровцы, сказал правду про них на самом деле, что они вообще не воевали, только жандармами максимум были полицаями. Ну и тут пошло. А там же, вы же помните, этих людей из барбишопа, они же там... Как хорошо, кстати, их же российские блогеры про них рассказывают, что когда приехать 20 человек и побить того, кто обидел их главу республики и заставить извиняться на камеру, это одно, и там, да, или убить кого-то, или пытать, это одно. А когда ты выходишь на поле боя против, ну, наверное, сейчас самой мощной армии Европы у нас, это без скромности можно сказать, это недавно кто-то сказал из западных аналитиков, кстати, не я. Я боюсь просто ошибиться в цитировании. То, конечно, что надо удирать и делать только тик-ток, а Пригожин, как бы там ни было, он своих этих заключенных честно бросал. Это была его единственная тактика, и он потерял там в районе 100 тысяч убитыми и раненными. Поэтому, конечно, он это начал предъявлять, и это тоже породило конфликт. Плюс с Гиркиным у них конфликт. Я думаю, это только начало, и эти центровые такие позиции, они будут только усиливаться. Плюс бессилие в Белгороде. Я думаю, это все будет показывать, чем больше будет показана немощь центральной власти, чем больше... Он почему, кстати, удрал? Одна из причин. Он же хотел оставить остатки своего милитарного влияния. Он понимает, что в России, как сказал их преступник Гиркин, вот-вот то ли иначе, то ли уже есть эта смута военная. Ой, не военная, а вообще смута. Это их такое понятие, что начнется война всех против всех. А когда такое начинается время, лучше иметь свою частную армию. А чтобы ее сберечь, надо скорее уматывать из Бахнута. Вот это он все и сделал. А эти все красивые жесты. И там даже наши некоторые блогеры начали рассказывать, как мы неправильно действовали в Бахнуте. Ну как же ж неправильно, если мы уничтожили, по сути, Вагнер, мы остановили их, и мы еще внесли этим всем смуту в их общество и в их разборки между силовыми структурами и у тех, кто есть оружие. То есть там была... Судя по всему, недаром Пригожин удирает из Бахмута. Вот заместитель министра обороны Анна Малер заявила, что силы обороны на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям. И в частности, как она сказала, имеют успехи на бахмутском направлении. Там занимают господствующие высоты. Могли бы вы буквально уже в конце нашего разговора кратко охарактеризовать, что происходит под Бахмутом? Вот с точки зрения того, что, судя по всему, Пригожин не просто так оттуда бежит именно сейчас. Абсолютно. Эта тенденция продолжается. За эти сутки мы продолжали на флангах Южном и Северном штурмовые действия. Продвинулись от 350 метров до километра. Нанося потери врагу, 180 оккупантов было убито, 197 получили ранения, 6 попали в плен. Враг отчаянно сопротивляется, нанося удары, в том числе артиллерия по нам, 358 раз наносил разными стволами и калибрами. 5 авианалетов было на нашей позиции. При этом мы уничтожили 5 танков, 2 системы ГРАД, 5 артиллерийских систем другого типа, 3 противотанковых комплекса, беспилотный аппарат и 3 полевых склада с боеприпасами. Ну мы видим, к чему все идет и аукнется им еще и сегодняшний теракт однозначно. Сергей, спасибо вам большое за оперативную информацию. Напомню зрителям, Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск ВСУ, был в нашем эфире. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok